Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Васильев, заведующий отделением рентгенно-хирургических методов диагностики и лечения филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте, Мария! Очень рада с вами познакомиться. Расскажите о работе вашего отделения. Ну, если заглянуть в интернет и посмотреть названия, которые еще соответствуют нашему отделению, можно найти такие понятия, как отделение рентгенно-васкулярной хирургии или отделение ангиографии с интервенционной кардиологией. По своей сути, отделение представляет собой параклиническую службу. Мы плотно работаем с другими клиническими отделениями коечными и по необходимости выполняем диагностические исследования на артериях или венах и, если возникает такая необходимость, то оперативные вмешательства. Что это за исследования и вмешательства, если более подробно и понятным языком для телезрителей? Ну, я обозначу, сразу же скажу наперед, обозначу далеко не все вмешательства, которые проводятся, потому что их список достаточно немаленький. Но если вкратце, то основные направления такие – это исследование сосудов, то есть артерий сердца, различных частей тела или органов. Это восстановление проходимости сосуда, то есть когда имеется сужение сосуда, которое критическое, надо восстановить его просвет. Также это может быть закрытие сосуда, то есть закрытие определенной области, бывают и такие условия. И такой дополнительный пункт – это вспомогательные вмешательства. Можете рассказать более подробно, из какой патологии вы чаще всего сталкиваетесь в своей работе? С чем к вам обращаются пациенты? Наиболее часто мы сталкиваемся с двумя патологиями. Это ишемическая болезнь сердца и это помощь пациентам с критической ишемией и синдромом диабетической стопы. Если касаться ишемической болезни сердца, то, я думаю, уже зрители с этим понятием знакомы. ИБС, инфаркт миокарда. По данным мировой статистики, около трети всех смертей людей связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Касательно нашей страны, к сожалению, этот показатель выше, это 57% случаев смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И 28% это связано с смертностью как раз с инфарктом миокарда. Чтобы было немножко понятно, что это такое, я небольшой проведу ликбез. Да простят меня мои коллеги, я буду говорить сейчас достаточно упрощенно. Так вот, наше сердце это своеобразный насос, который качает кровь по всему телу. И несмотря на то, что оно перекачивает кровь, само оно также нуждается в крови. И за доставку крови к телу сердца отвечают коронарные артерии. По ним протекает кровоток, доставляет необходимые питательные вещества для жизнедеятельности сердца. Так вот, ишемическая болезнь сердца это то состояние, когда приходящий кровоток, то есть притока крови, не хватает для его нормальной и адекватной работы и жизнедеятельности. Здесь основной причиной возникновения данной проблемы является атеросклероз. Да, существуют другие, но они идут в меньшем процентном соотношении, поэтому мы уделим внимание именно атеросклерозу. Как это происходит? Внутри просвета сосуда образуется атеросклеротическая бляшка, которая постепенно нарастает и увеличит в своих размерах и сужает просвет сосуда. Чем больше эта степень сужения, тем больше эта разница между возможностью доставки крови и потребностью миокарда сердца. И в определенный момент, когда уже не справляются компенсаторные механизмы сердца с притоком, то есть не обеспечивая нормального притока крови, у человека возникает боль в грудной клетке. Так называемый приступ стенокардия. Это связано с болью именно в сердце. Поначалу это может возникнуть на большой физической нагрузке. То есть, когда сердцу дали хорошую нагрузку, увеличилась потребность его в кислороде, в крови, а уже сосуды не справляются. И постепенно может возникать этот болевой синдром при меньшей нагрузке. Но бывают такие случаи, когда болевой приступ возникает сразу же в покое. И если в каком-то течение определенного времени у человека просто прекращается кровоток по артерии, то развивается процесс гибели сердечной мышцы, который известен как инфаркт миокарда. Если в течение определенного промежутка времени не предпринять никаких действий, то гибель сердечной мышцы становится необратимой. И это либо наносит большой урон для человека, но в крайнем случае это может привести к летальному исходу. Как Вы в Вашем отделении можете помочь таким пациентам? Ну, здесь типичная ситуация такова. Когда поступает такой больной, как правило, это жалобы на боли в сердце, отдающие по учебнику, если говорить, в левую руку, в челюсть, в лопатку. Боли не проходят в покое. Не проходят после приема нитроглицерина. И пациент поступает с этими жалобами. На скорой помощи, как правило, ему уже делают электрокардиограмму. И при поступлении в приемное отделение, там нужно даже нашего госпиталя, все эти изменения в совокупии видит дежурный кардиолог, дежурный терапевт, дежурный кардиоренематолог. Принимается решение о том, что пациенту необходимо выполнять вмешательство. Далее попадает к нам в операционную, и мы через специальный инструмент, диагностический катетер, подходим к началу сердечной артерии, артерии сердца. И под рентгеном пускаем контрастное вещество. И в разных проекциях, наклоняя трубу под разным положением, мы смотрим, как оно протекает по сосуду. Если мы находим место сужения, находим место проблемы, то в большинстве случаев на месте мы его устраняем. Как это делается? Ну, также упрощенно это подводится к месту сужения специальной баллоны, которая раздувается, отдавливает бляшку к стенке. После этого подводится специальный металлический каркас, который называется стенд, также на баллоне раздувается и бляшку фиксирует. То есть, тем самым бляшку мы фиксируем и восстанавливаем просвет сосуда, решая проблему именно развития инфаркта миокарда. Получается, вы очень тесно работаете с кардиологами. И с другими специалистами, направлениями. Ну, если мы говорим конкретно по ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда, острому карнарному синдрому, то да, мы тесно работаем с кардиологами. Если мы говорим про работу на других бассейнах, то есть, например, восстановление проходимости артерии нижних конечностей, то мы тесно работаем с врачами-сосудистыми хирургами и врачами отделения диабетической стопы. Также при других типах мешальцев, как, например, закрытие просвета сосуда, у нас идет плотная работа со специалистами урологического профиля, гинекологического профиля. С работаем со специалистами абдоминальной хирургии и с больными с онкопатологией. Если мы с вами говорим про, также еще вот вторую вещь, как по восстановлению проходимости садов, про нижние конечности, то здесь наиболее частая патология, которой мы сталкиваемся, это критическая ишемия нижних конечностей и синдром диабетической стопы. Эти понятия, они разные между собой, но когда к нам попадают пациенты с данной патологией, эти уже нозологии друг с другом связаны. Что такое критическая ишемия? Это когда не хватает ногам, мышцам, мышцам, тканям ног нормального притока крови. То есть не получают они адекватного питания. Также за счет, как правило, атеросклеротических изменений. И в определенный момент человека начинает беспокоить болевой синдром. При самой минимальной физической нагрузке иногда в покое. И второй возможный момент, это могут произойти, возникнут трофические нарушения. То есть когда на стопе, на колени образуются различные язвы, трещины за счет того, что просто питания не хватает и клетки начинают умирать. Свою лепту в этом плане вносит сахарный диабет. Оно, конечно, немножко звучит странновато. Диабет вроде с такими вещами не ассоциируется. Но надо понимать, что диабет это системное заболевание, которое влияет на обмен веществ. Те же самые белки, жиры и углеводы. Конкретно касаясь сосудов, оно нарушает питание по нимтрофику, прохождение питательных веществ. И возникает такое явление, как диабетическая ангиопатия. И вот когда идет сочетание критической ишемии, диабетической ангиопатии, да, это, конечно, грубо все говорю, еще раз напомню, то возникает синдром диабетической стопы. Чем плохо наложение этих патологий друг на друга? Сам синдром диабетической стопы, сам диабет, он усугубляет течение атеросклероза. То есть он провоцирует его более быстрое развитие. Он провоцирует более быстрое возникновение трофических нарушений. И данной проблеме стоит уделять отдельное внимание диабету. Почему? Потому что здесь также цифры мировой статистики. В 2015 году было зарегистрировано 415 миллионов человек, если мне не изменяет память, с сахарным диабетом. А к 2040 году уже предсказывают, что это количество возрастет до 650 миллионов человек. Это внушительные цифры. Это очень внушительные цифры. При этом есть исследование Европейской Нейшн, где сами авторы говорят, что в рутинной практике клинической выявляется меньше 50% пациентов с сахарным диабетом второго типа. Здесь почему именно они говорят, что второго типа? Что в 90% случаях все пациенты с сахарным диабетом делятся на первый и второй тип. Это пациенты с сахарным диабетом второго типа. И если мы возьмем нашу российскую статистику, то с 2000 по 2016 год количество больных с сахарным диабетом всего возросло с 2 миллионов до 4,5. И при таком дальнейшем росте, к сожалению, проблема эта будет идти дальше. В чем особенность вашей работы? В чем особенность нашей работы? Если говорить именно в техническом плане, то это малоинвазивная хирургия. То есть мы работаем на разных сосудистых бассейнах через минимальный доступ. Если мы говорим про артерии сердца, то нам необходимо сделать, грубо говоря, закол толщиной в 3 миллиметра. То есть в техническом плане сейчас работают все интереснее и интереснее. Насколько вообще оборудовано отделение? Отделение оборудовано современной ангиографической системой, установкой, которая имеет достаточно широкие возможности. Позволяет работать в различных режимах, на различных бассейнах. То есть есть различные программы, которые помогают нам более лучше визуализировать артерии, более четче рассмотреть зону поражения, определиться с дальнейшей тактикой действия. Ну и, соответственно, реабилитация после подобных вмешательств, она минимальна? Вы знаете, тут зависит от профиля, где мы конкретно работаем. То есть, как упомянул ранее, мы работаем в связке с другими врачами-клиницистами. И здесь, в принципе, командная работа – это уже, наверное, половина успеха в вопросе лечения пациента. Отбираем и определяемся с лечением вместе, совместно с врачами-клиницистами. Уже технический аспект успешности операции – это наша ответственность. А дальнейшие вопросы – реабилитации, подбора терапии, определение правил поведения для больного. Как ему дальше действовать – это немалая работа врачей-клиницистов. И если мы говорим с вами по поводу помощи пациентам с ишемической болезнью сердца, там период пребывания в стационаре, в принципе, может быть достаточно коротким. Если мы с вами говорим по поводу пациентов с восстановлением артерии при критической шиме нижних конечностей, лечение может затянуться, потому что мы восстановили кровоток, а далее уже врачи-клиницисты работают с пациентом, и осуществляя разгрузку нижних конечностей, подбирая специальные оборудования, специальные ортопедические изделия, чтобы снизить нагрузку на конечности. Проводят профилактику развития гнойных осложнений, то есть следят за больным, и порой это не является таким быстрым процессом, как хотелось бы. Дмитрий, в каких областях зон вы еще работаете, если мы говорим про тему восстановления кровотока? Про тему восстановления кровотока я обозначил. Это работа на артериях сердца, на артериях нижних конечностей. Также это восстановление проходимости сосудов верхних конечностей. Это работа на магистральных артериях головы, то есть это область сонных артерий, подключичные артерии. Это работа на почечных артериях и на артериях, кровоснабжающих органы брюшной полости. Это если мы именно касаемся восстановления проходимости. Если говорить о маршрутизации пациентов, какие пациенты могут к вам попасть, как правильно оформить, чтобы получить квоты, либо по экстренному случаю, возможно ли, чтобы был пациент направлен именно к вам? Если мы говорим особенно в те моменты, когда счет идет буквально на минуты. Буквально на минуты. Ну, не дай бог, конечно, когда счет идет на минуты, как правило, пациент попадает по каналу скорой медицинской помощи. То есть чаще всего вызывает скорую и привозит. Прямо напрямую к нам пациенты не попадают, потому что так как мы являемся параклинической службой, мы не можем самостоятельно отбирать пациентов. То есть здесь пациент, как правило, попадает к специалисту определенного профиля, кардиолог, сосудистый хирург, уролог, гинеколог. Мы уже при необходимости подключаемся, вместе смотрим и определяемся, как человеку можно помочь. Возможные пути, как попасть к профильному специалисту, это получить направление в лечебно-диагностических центрах, коих у нас, в принципе, и в городе, и в стране достаточно большое количество. Возможно, в принципе, через прямую консультацию к профильному специалисту. Третий вариант, я бы, наверное, предположил, что через поликлиники те же самые. То есть, в принципе, госпиталь доступен по полюсу ОМС, можно обратиться за консультацией к профильному специалисту, и уже, если это необходимо, они назначат и дадут направление непосредственно в ваше отделение для проведения тех или иных диагностик. Не совсем так. Попадают они к специалисту, он их осматривает, определяет необходимость выполнения оперативного вмешательства, обсудив это все вместе с нами. И уже на госпитализацию пациент попадает именно в коечное отделение, в профильное, куда он обратился. Оттуда пациент направляется в нашу операционную, где мы проводим диагностическое исследование. При необходимости и по возможности мы делаем одномоментное вмешательство. Если необходима какая-то подготовка, мы можем это разделить на поэтапную работу. Если мы касаемся именно плановой работы, в экстренной, конечно, такие вещи делать нельзя. И бывают такие моменты, когда мы ограничиваемся только диагностическим исследованием. То есть, когда человека просто не за что оперировать. Такие моменты тоже бывают. Либо когда предполагаемый объем помощи просто находится вне нашей зоны деятельности. С какими профильными отделениями вы работаете еще? Ну, как я упомянул, это урология, гинекология, абдоминальная хирургия. Если мы касаемся урологии, то наиболее часто это выполняется операции, направленные на закрытие определенных сосудов. То есть, это два примера. Первое – это бывают пациенты с онкопатологией, опухоль мочевого пузыря, которая иногда бывает уже в стадии распада, когда у человека имеется кровотечение. Оно не сильное, оно не острое, но оно постоянное. И он постоянно теряет кровь. Так вот, мы можем, грубо говоря, лоцировать ту зону, которая ответственна за это кровотечение, и этот сосуд закрыть. То есть, как это делается? Специальным микрокатетером подводится. Мы подходим к началу данной артерии, спускаем в специальное вещество, которое провоцирует сворачивание крови в сосуде, и тем самым прекращает по ней кровоток. Это явление, в общем, называется эмболизацией. Второй момент с той же урологией – это есть такое заболевание, как варикоцели. Как это проявляется внешне? У мужчин, как правило, в возрасте от 14 до 30 лет, происходит варикозное расширение вен в области мошонки. Помимо того, что это эстетически смотрится не очень красиво, данная патология влияет на сперматогенез, то есть на ту функцию, которая в указанном возрасте достаточно важна. Так вот, также мы можем закрыть просвет яичков вены, которая, как правило, и отвечает за варикозное расширение вен сплетения семенового, и тем самым убрав ту самую патологию. Если касаться гинекологии, то здесь наиболее часто оказываемая помощь – это эмболизация ветвей маточной артерии, которые связаны с кровоснабжением миоматозных узлов, то есть помощь пациенткам при миоме матки. И в некоторых случаях это может быть как подготовительный этап к удалению хирургическому, в других случаях это может быть как окончательный метод лечения, когда за счет прекращения кровотока по этим узлам они просто редуцируются, то есть исчезают. Насколько важна в каждом томодельном случае командная работа? Ну, вы знаете, она крайне важна, потому что, как я вам сказал, наша совместная работа, продуманный план – это уже половина успеха. И прооперировать – это одно, а довести пациента до выписки, назначить ему лечение, объяснить ему, как все это сделать правильно. Это вот именно самая основная нагрузка на врачей-клиницистов. Да, мы по возможности тоже свои советы даем, но мы не можем охватить всех, и поэтому здесь без клиницистов мы никуда. Дмитрий, в завершении нашей программы ваш совет телезрителям? Ну, здесь, вы знаете, совет самый простой. Если вас что-то беспокоит, не надо с этим затягивать, потому что самое лучшее лечение, которое мы можем себе позволить – это профилактика. И в этом плане мы сами архитекторы своего здоровья. Когда я дежурил по срочным показаниям, попадали ко мне люди при общении с ними, у каждого всегда находится свой мотив, почему он дотянул до того момента, когда уж, простите меня, просто прижмет. Там, семья, дети, работа, служба. То есть, ну, у всех есть свои причины. Но, вот, обращаясь напрямую к зрителям, я хочу сказать, что наше с вами здоровье – это невозобновляемый ресурс. И если упустить момент времени, то, к сожалению, далеко не всегда можно вернуться к исходной точке. Поэтому просто совет – берегите себя. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова